Недельный раздел Хаэйсара. Тема сегодняшнего урока – это жених Байцхака. Сказано в Туре так, Авраам состарился, вошел в дни. Бог благословил Авраама во всем. И сказал Авраам своему рабу, старшему в доме, управляющему всем, что есть у него. Речь идет здесь все об Эзере, человек наиболее близкий к Аврааму, как мы это уже знаем по предыдущим главам. Что же он ему говорит? «Положи свою руку под мое бедро, и я возьму с тебя клятву именем Бога, Бога неба и Бога земли, что ты не возьмешь моему сыну жену из дочерей Кинаана, среди которых я живым. Но в мою страну, на мою родину ты пойдешь и возьмешь жену моему сыну Байцхаку». Так Авраам пришел к выводу о необходимости женить своего сына Ицхака. И сложность, которая у него есть, это нахождение невесты. Хотя, казалось бы, а в чем сложность? Безусловно, Авраам – человек, которого все уважают, все его очень ценят, и уж найти невесту своему сыну, наверное, не так уже сложно. Проблема Авраама – он в любом случае не готов, чтобы невеста была из местных, из канонейских народов, людей, среди которых он живет. Вещь известная, канонейские народы – это те люди, которые жили тогда в Святой Земле, среди которых Авраам жил тогда, безусловно, это были народы очень далекие по образу своему жизни от того, кто хотел бы видеть Авраама в своем доме. И невеста, которая придет из подобной семьи, безусловно, это вовсе не та, о которой он мечтал. Но все равно остаются здесь вопросы. Первый. Даже если невеста приходит из неудачной семьи, с точки зрения Авраама – понятно. Но вместе с тем, если она попадает в дом к Аврааму, если она попадает в дом к Цхаку, так и Авраам со своим влиянием, да и сам муж, и Цхак могут повлиять на нее. Почему такой страх перед невестой из семьи окружающих народов? Комментаторы говорят, что ответ на это он в самих словах Авраама, как он говорит, заклинает своего раба Елизара, что «ты не возьмешь моему сыну, жену из дочерей Кенаана». В принципе, можно было бы поставить здесь точку. То есть дочки Кенаана, девушки из канавийских семей, они исключаются. А для чего же он продолжает дальше, среди которых я живу? В этом, собственно говоря, и ответ. Поскольку такая женщина, она, конечно, будет жить в доме Авраама, в доме его сына Цхака, но ее родственники будут жить рядом, и поэтому будет продолжаться связь и с ее родственниками тоже. Значит, Авраам понимает, что в такой ситуации нет возможности. То есть все влияние, которое бы исходило из дома Авраама, оно будет нейтрализовано влиянием, которое будет продолжаться из дома, из семьи невесты. Поэтому единственный выход, который он видит здесь, из этого положения, только один, а именно, чтобы девушка пришла издалека, чтобы ее семья не жила здесь, чтобы они не были Авраама соседями. Ну и где же берем такую невесту? Говорит здесь «но в мою страну и на мою родину ты пойдешь и возьмешь и возьмешь жену моему сыну Цхаку». На мою, в мою страну и на мою родину». Раша объясняет здесь «в мою страну в Харан, мою родину в Урказдим». То есть место, где по утверждению Раши Авраам родился, Урказдим, оттуда он, собственно говоря, начал свой путь. Путь проходил в две стадии. Сначала из Урказдим Авраам еще вместе своим отцом пришел в Харан, там семья отца его задержалась, и Авраам уже, когда Рашем сказал ему «иди себе лехлиха», это начало недельного раздела лехлиха, оттуда Авраам начинает уже свой путь один без отца. Так вот, получается, что Элезер получил здесь задание отправляться в Харан и в Урказдим для того, чтобы найти там невесту. Спрашивает Рамбан, если Раши прав, то почему же тогда Элезер отправляется только в Харан? Как это мы увидим в дальнейшем по тексту, почему он не идет в Урказдим, в Вавилонию, в Междуречье. Поэтому, говорит Рамбан, на самом деле нужно объяснить это по-другому, то есть Авраам не был уроженцем Урказдим, он родился в городе Харан, только в дальнейшем его семья переехала в Урказдим, а когда начались преследования, когда были преследования Авраама, то семья снова вернулась, вернулась в свои родные места. Значит, по Рамбану, на родину, и ты пойдешь в мою сторону, на родину, все это речь идет именно про Харан. Харан, сегодня нам известно, где находится этот город, не о всех географических местах, упомянутых в Танахе, мы можем так сказать, но про Харан известно, это город, который находится в районе границы между Турцией и Сирией, город, в котором, на удивление, как в музее на сегодняшний день остались совершенно примитивные формы жизни, приблизительно те, которые были еще во времена Авраама, время там застыло, и вот именно туда должен отправиться раб Авраама и Лезер для того, чтобы найти там невесту для Ицхака. Читаю дальше. Сказал ему раб, а может быть, не пожелает женщина идти за мной в ту страну? Вернуть ли мне твоего сына в ту страну, из которой ты вышел? Опасение. Если Авраам, именно то, что Авраам хочет, чтобы девушка пришла из другого места, может быть, девушка достойной найдется, но захочет ли она уходить, бросать свою семью, свои насиженные места, свою родню, свою страну, может быть, она не захочет. Сказал ему Авраам, берегись, не возвращай туда моего сына, Бог неба, который взял меня из дома моего отца и из страны моего рождения, который разговаривал со мной, и который клялся мне, говоря твоему потомству, отдам я эту землю, он пошлет своего ангела перед тобой, и ты возьмешь жену моему сыну оттуда. Во-первых, не беспокойся, будет тебе помощь. Ашем, если он помогал мне до сих пор, он привел меня в эту страну, и он хочет, чтобы я жил в этой стране, чтобы мое потомство жило и овладело этой страной, то будь уверен, что будет помощь, и он, Всевышний, поможет тебе найти невесту. Ну, а если это не получится, если же не захочет женщина пойти за тобой, то ты свободен от этой клятвы. Только сына моего не возвращай туда. Что значит ты свободен от этой клятвы? Клятва была, чтобы ты не брал жену из дочерей Кнаана, в этом лесу должен был поклясться. Если он теперь свободен от этой клятвы, то что это означает? Раши говорит, ты свободен от этой клятвы, и тогда возьми ему жену из дочерей Анера, Ишкола и Иманде. То есть, Раши понимает так. Клятва была в том, чтобы не брать невесту из канонийских семей. Но если после всех стараний, которые Лезарь сделает, он отправится далеко-далеко в Харан и попытается найти невесту там, если после всего этого не получится, тогда клятва с тебя снимается, и тогда ты можешь взять невесту, правда, из канонийских семей, поскольку клятва уже сходит, тогда уже, если нечего делать, получается, что Авраам готов отступить, если действительно не сбудется его желания, и взять канонийскую девушку, но, по крайней мере, из тех семей, которые ему были близки. Это семьи трёх его союзников, Анер, Ишколь и Мамре, с которыми мы встречались в предыдущих главах. Харамбан и в этом случае спорит с Рашей. Говорит, не может такого быть. Если Авраам старался и прилагал все старания для того, чтобы невесты не было из канонии, то даже после того, как сделаны усилия, вряд ли бы он уступил бы, вряд ли бы он взял свои слова обратно и сказал, ну, если не получилось, тогда ладно, пусть будет уже тогда из канонийских. Нет, ни в коем случае. Более того, он находит доказательства из Медраша, из источника Фусной Торы, что запрет этот касался не только вообще канонийских женщин, но даже вот семей наиболее близких, соседей Авраама, Анеры, Ишколи и Мамре, с которыми он был в хороших отношениях. Союзник всё равно ни в коем случае не готов был Авраам на это. Ну, а что же тогда, как понимать тогда, что в случае, если женщина, которую ты найдёшь там в Харане, откажется идти за тобой, что ты свободен от моей клятвы. То есть, что касается тебя, то ты должен сделать своё, ты должен выполнить свою миссию и постараться сделать это на лучшем образом. А что будет, если не получится? Не получится, значит, ты ничего не сделаешь. И не нужно дёргаться, и не нужно тогда искать другую невесту из канонийских. Нет. Ты выполнил своё дело, что вышло, вышло, что не вышло, не вышло. Всевышний позаботится. Да и Ицхак, он человек достаточно серьёзный и ответственный. И если он будет знать, что отец не готов пойти на брак с кем-то из местных, то он тоже этого не сделает. То есть, человек должен знать, что от него требуется исполнить его миссию наилучшим образом. Получится? Получится. А если не получится, значит, не получится. Значит, ты ничего не сделал. Спокойно возвращаемся домой. Этот принцип, Рамбан проводит его в нескольких местах раз за разом. В том числе и здесь. Ещё один вопрос задаёт Рамбан хорошо. Ну, Ицхак, он будет слушаться своего отца, и он не возьмёт невесты из дочерей канонийских. Хорошо. На ком он тогда женится? Есть ещё один выход. Какой? Есть же родственники, близкие. А именно, есть Ишмаэль, и у него тоже есть дочери. Это одна возможность. И есть ещё Лот. Близкие родственники Авраама. Не канонийцы. И в крайнем случае можно будет обратиться и к ним. Это комментарий Рамбана. Возвращаемся снова к тексту. Хотя, может быть, прежде чем возвращаться к тексту, уместно задать, уж если на то пошло, задать ещё один вопрос. Итак, Рамбан говорит, что Элезар должен был сделать всё, что от него зависит, чтобы найти невесту в Харане. А если не получится, положиться на то, что Ицхак, он уже будет достаточно послушен, и он не сделает то, чего Авраам не хочет, и он будет искать невесту по духу Авраам. А если так, то зачем вообще нужно было с самого начала действовать через Элезаро? Зачем нужно с этой миссией сватовства посылать Элезаро? Почему бы Авраам не вызвал своего сына Ицхака и не сказал бы, смотри, пришло время тебе жениться, вот я тебе наказываю, какое бы сватовство тебе бы не предлагали, какую бы невесту тебе не предлагали, самую-самую-самую, если она из канонейских, из местных, ни в коем случае она это не согласен, чтобы ты знал, что это не пройдёт. И всё. Зачем нужно было впутывать Элезаро? Зачем нужно было ещё накладывать на него страшные клятвы? Я уже не говорю о вопросе, который может возникнуть совершенно уже сторонним. Почему вообще невесту должен выбирать Элезаро? Ведь не Элезаро будет на ней жениться. Ицхак должен на ней жениться, поэтому, по идее, он должен выбрать себе невесту. Человеку, воспитанному на понятиях 20-го или 19-го века. Это совсем как-то странно слышать. Как это без меня меня женили, мне выберут невесту, а потом скажут, вот познакомьтесь, пожалуйста, это ваша невеста, а если она мне не понравится? Что касается последнего вопроса, то ответ на него может быть и простой, хотя и для многих людей действительно довольно странный. В тот момент, когда человек должен сделать выигрыш. Если спросить большинство людей, молодых людей, которые думают о том, как они должны выбирать себе свою пару, они ответят, ну как, тот, кто понравится. А вопрос, те, которые нравятся нам, это именно люди, которые нам действительно подходят? Есть ли здесь корреляция между теми качествами, которые необходимы для брака, между теми качествами, которые мы бы хотели видеть в своей половине, когда мы строим семью и между тем, кто нам нравится? Мими словами, можем ли мы быть уверены, что нам нравятся именно те люди, которые больше всего подходят нам в качестве нашей пары? К сожалению, нет. Нравятся или не нравятся – это абсолютно иррациональные понятия. Нам нравятся или не нравятся вещи? Факторы, которые влияют на то, что нам нравится и что нам не нравится, они абсолютно иррациональные, подсознательные. Мы совершенно не понимаем. Иногда человек, беру современный пример, современному человеку иногда человек в возрасте 5,5 лет посмотрел какой-то фильм, в котором участвовал какой-то герой, и образ его настолько глубоко запал в подсознании человека, что с тех пор идеал он видит именно в том образе этого фильма. Он, может, уже забыл давным-давно этот фильм, он даже не знает, как он называется. Но этот образ, глубоко запавший в его память в возрасте 5 лет, он остается, и он отталкивается. И все, кто хоть немного подходит этому образу, они ему нравятся. Кто не подходит этому образу, они ему не нравятся. И наоборот, скажем, человек, если у человека когда-то была в седьмом классе школы учительница, которая ему сильно насолила, сильно навредила, и каждый раз, когда он слышит голос человека, тембр голоса, которого чуть-чуть напоминает тембр голоса этой учительницы, он уже чувствует к этому человеку непонятным, почему, не знаю, почему, он чувствует к нему неприятен. Почему не знаю, но вот неприятен. Подобного рода вещи я специально утрирую, но, в общем и целом, в действительности, то, что нам нравится или не нравится, безусловно, абсолютно субъективно, и поэтому человек выбрать здесь, если он, так, в общем-то, это большинство людей, руководствуется тем, что нравится или не нравится, то выбор вряд ли будет наилучший. Поэтому Авраам не поцелает Ицхака свататься, он поцелается уже на другого человека, абсолютно объективного, который не выискивает невесту себе, он выискивает невесту для другого человека, в связи с тем, что нравится или не нравится, и его здесь не волнует. Он выискивает исключительно, он может это сделать исключительно, руководствовавшись просто чисто объективными критериями. Ну и теперь я возвращаюсь к предыдущему вопросу, но, по крайней мере, Элиезр будет искать невесту. Но, по крайней мере, почему здесь нет требования к Ицхаку, чтобы он не взял себе невесты из Кнанейских, почему это требование именно к Элиезру? Почему Авраам заставляет своего раба Элиезра поклясться, а не даёт заповедь своему сыну? А ответ довольно неожиданный. Комментаторы объясняют, что один из принципов Аллахи состоит в том, что родители не должны навязывать своё мнение по поводу невесты своим сыновьям и аналогично по поводу жениха. То есть, хотя, с одной стороны, обязанность почитания родителей требует от нас выполнять их желания и угождать их воле, но это во всех остальных вопросах. Это значит, что если мама хочет выпить чашку чая, то сын обязан побежать и купить ей чаю, вскипятить воду, и сделать ей чай и так далее. Но если мама не согласна на выбор невесты, и ей эта невеста не нравится, то, несмотря на обязанность почитать мать, сын не обязан считаться с мнениями и вкусами своей матери, ибо ему нужно жить в дальнейшем с невестой, а не маме. Поэтому здесь отсутствует... Если бы Авраам потребовал со стороны именно родильского авторитета, чтобы Ицхак подчинился ему, то само это повеление не достигло бы цели, потому что если бы Ицхак был уверен, что он находит себе подходящую невесту, несмотря на то, что она канонейского происхождения, то, что отец велит ему не жениться на канонейских женщинах, это не было бы аргументом, безусловно, потому что Ицхак попросту не обязан был бы слушаться отца в данном случае. Поэтому Авраам идет здесь с другим путем, он вызывает себе своего раба, Элезера, и накладывает у него клятву, почему, неважно, но теперь он уже обязан, связан клятвой, что он не будет искать невесту среди канонейских, а отправится в Хоран к семье Авраама. В Хоране живет еще семья брата Авраама Нахора, и вот именно туда отправляется Элезер. Читаю дальше. «И взял раб десять верблюдов из верблюдов своего господина, и пошел со всем добром своего господина». И даже в этом коротком птике снова возникают как минимум два вопроса. Первый. «Что значит, и взял раб десять верблюдов из верблюдов своего господина?» Здесь есть явно лишние слова. Из верблюдов своего господина понятно. Если он берет, Элезер берет верблюдов, то вряд ли он берет их в какой-нибудь фирменный прокат. А пользуется верблюдами своего господина. Зачем это нужно подчеркивать еще раз? Раша приводит здесь ответ наших мудрецов. То, что он взял верблюдов, имеется в виду верблюдов, по которым было видно, что это верблюды Авраама. Это не значит, что у них было какое-нибудь клеймо на видном месте. Имеется в виду другое. Верблюды Авраама выглядели довольно странно. Они ходили, находясь в пути, в дороге, они ходили с намордниками. Значит, идет не про собак. На собаку еще надевают намордник, понятно, чтобы не покусалась. Но зачем нужно надевать намордник на верблюда? Ответ мудрецов. Авраам ни в коем случае не хотел, чтобы его верблюды паслись за счет других садов. Чтобы, не дай бог, во время пути верблюд не поел чего-нибудь, что не принадлежит ему, то для этого пока не были в пути, на них надевались намордники, только тогда они становились на стоянку, и погонщики могли накормить их заранее заготовленным кормом, только тогда с них снимали эти намордники. Ну, а что значит в конце стиха сказано? «И пошел со всем добром своего господина». Все добро, которое было у Авраама, можно было нагрузить, навьючить на 10 верблюдов. Об Аврааме сказано, чтобы он был человеком очень богатым, очень настоятельным, так как можно навьючить все добро Авраама на 10 верблюдов, какие бы они бы сильные ни были. Во-вторых, даже если предположим, что можно, предположим, зачем это нужно было? Зачем, отправляясь с миссией святовства, Элиэзра должен был набрать все имущество? Раша решает этот вопрос, приводя мнение мудрецов, элегантный ответ, имеется в виду, что Авраам написал дарственную на все свое имущество, то есть всего лишь кусочек бумаги или пергамент, и вот эту дарственную на все свое имущество он дал в руку Элиэзра, чтобы тот смог показать. Каждый сможет увидеть, что перед нами богатый жених, и, конечно же, будут тем самым шансы найти хорошую невесту из хорошей семьи повышаются. Вопрос, а зачем это, пока все-таки еще не ясно, зачем это надо было делать? Так уж Авраам был не уверен в достоинство своего сына, что ему нужно было еще убеждать другую сторону своим материальным положением, тем, что это богатый жених. на самом деле все не так уж сложно. Я помню как-то, находясь на одном семинаре, который происходил где-то под Москвой много лет назад, и я вдруг услышал, что на субботу приезжает, хочет приехать какой-то гость. Что за гость? Кто вы, что вы, откуда вы? Я из Америки. Что вы ищете здесь, на этом семинаре? Ну, вот, мне хотелось бы здесь побывать. Хорошо. Гость, гость. Приехал гость. Человек был одет как хасид. Хорошей хасидской семьи. И когда он приехал, мы все-таки не удержались от любопытства. Спросили его, что вы ищете на этом семинаре, что принесло вас сюда. Он сказал, понимаете, я хотел бы здесь посмотреть, может быть, шедух, найти невесту для своего брата. Один из людей, который стоял рядом со мной, сказал, а брат серьезный инвалид? Сказал, нет, 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 есть инвалидность. Ну, совсем легкая инвалидность. Понятно, что если человек приезжает из Америки аж в Россию к черту на рога искать невесту где-то на каком-то семинаре в подмосковном пансионате, скорее всего, трудно ему найти, очень трудно найти невесту где-то у себя там в Америке. Это значит, что у него серьезные проблемы. То же самое и здесь. Когда Эль-Эзер приедет в Харам, проехав сотни-сотни километров, не на машине, а на верблюдах, дальний путь, и объяснит, что он ищет невесту своему, сыну своему господину, то, естественно, будет вопрос, что у вас там, где вы живете, там что, невест нет, нужно ехать сюда за сотни километров. И, естественно, каждый подумает, наверное, этот парень немножко хромой, немножко слепой, немножко заикается, немножко и так далее. Поэтому для того, чтобы нейтрализовать подобные опасения, что может распалить у людей желание породниться с такой семьей? Деньги. С этой целью Авраам дает Эль-Эзеру документ дарственную. Все свое добро, все свое имущество он завещает своему сыну, и это уже должно быть достаточно убедительным аргументом для любой семьи. Читаем дальше. «И поднялся он и пришел в Арам-на-Арае», то есть Арам в двуречии, в город Нахор. Там он остановил верблюдов под городом у колодца воды к вечеру, к тому времени, когда женщины выходят черпать воду. И сказал, «О, Господи, Бог моего, господина Авраама, пошли мне сегодня удачу и сделай милость моему господину Аврааму. Вот я стою над источником воды, когда дочери горожан выходят черпать воду. И пусть девушка, которой я скажу, наклони свой кувшин, и я напьюсь, и она скажет мне, пей, а также я и напою твоих верблюдов. Вот пусть она будет предназначена твоему сыну, твоему рабу и цхату. И так я узнаю, что ты сделал милость моему господину Аврааму». И случилось, что он еще так вот вышел, он еще не кончил говорить. «Как вышла Ривка, которая родилась у Битуэля, сына, милки, жены, брата Авраама, Нахора и кувшин на ее плече. И очень красивая девушка, девственница, которую не познал мужчина, спустилась она к источнику, наполнила кувшин и поднялась. Раб подбежал к ней и сказал, «Дай мне испить немного воды из твоего кувшина, она сказала, пей, мой господин, все как раз, как он заказывал, так и получается». Она ответила именно тот самый ответ, который он хотел, и поспешила и спустила кувшин на руку и дала пить. И напоив его, сказала, «А я начерпаю для твоих верблюдов, пока они не напьются». И поспешила, опражнила свой кувшин в пойло, и побежала зачерпнуть колодцу и начерпала для всех его верблюдов. А вот человек удивлял, молча удивлялся, желая понять, дал ли Бог ему удачу или нет. Теперь мы должны понять поведение Элиезона. Каким образом он ищет невесту для того, чтобы выполнить разложенную на него господину задачу? На первый взгляд гадает на кофейной куще. Загадывает первая попавшаяся девушка. Одно он сделал, он пришел в Харан. Он обещал в Харан, пришел в Харан. Хорошо. Но в Харане много людей живет. Как он выбирает невесту? Загадывает. Первая попавшая девушка, которую я скажу ей, дай мне попить, она скажет, «Ой, я еще верблюков твоих напою». Все. Вот она и будет невестой. А вдруг она окажется не знаю кем. Можно ли вообще гадать подобным образом? Можно ли загадывать? В Торе существует очень четко сформулированный запрет – гадать. А казалось бы, перед нами совершенно явное гадание. Некоторые комментаторы говорят, да, это в Торе. Но ведь мы говорим здесь об эпохе до того, как Тора была дана, и Элиэзер, он еще… Конечно, мы учили о том, что Авраам исполнял заповеди Тора еще до того, как они были даны. Это верно. Но Элиэзер, он не член семьи Авраама, он не еврей, не собирается быть евреем. Он сам кнанеец, он сам потомок кнанеев, и поэтому его статус, статус Бней Ноах, то есть то, что его обязывает – это семь заповедей Бней Ноах, а среди семи заповедей Бней Ноах нет там запрета выражить, нет там запрета гадать, поэтому его это не касается. Есть такой подход. Другие говорят, не совсем, вряд ли можно так сказать. В конечном итоге ведь Элиэзер был самым близким учеником Авраама, и если для Авраама было бы неприемлемо гадать, то, скорее всего, Элиэзер, как человек, как наиболее близкий к нему человек, его ученик и последователь, не стал бы этого делать. А как тогда понимать? Может быть, тогда имеется в виду молитва, то есть Элиэзер не гадает, а обращается с молитвой к Всевышнему. Пошли мне невесту ту, которую ты сам считаешь нужной и необходимой, и подходящей к Ицхаку. Другое дело, как я буду знать об этом, что это та самая невеста? А вот я загадываю такой вот признак, а ты уже по этому признаку пошли мне. Некоторые приводят здесь и мнение Раавада, которое говорит, что подобного рода молитва, она допустима. Скажем, и человек в жизненной ситуации, когда он сомневается, скажем, он не знает, куда ему отправиться, куда ему поехать, какой правильный путь ему выбрать. У него есть возможность доехать до конечной точки своего следования либо одним путем, либо другим. И человек может здесь, не загадывая, а просить Бога, чтобы он ему указал правильный путь. Ким-нибудь образом скажем, автобус, который придет первым, если у меня есть возможность ехать на одном автобусе либо на другом, Любовь Ильич Ройнен, Владыка Мира, пожалуйста, помоги мне, найди мне. Как автобус, который придет первым, или автобус, который придет вторым, я буду знать, что ты мне указываешь, что ехать не этим автобусом, не другим. Правильно утверждаю, что так загадывать можно. Это по сути своей не вражба, это по сути своей не гадание. Здесь речь идет просто о просьбе, о молитве на правильный к Севышлену. Но есть еще одна группа комментаторов, которые объясняют всю эту главу совершенно иначе. И строят они комментарии следующим образом и добавляют еще ряд вопросов. Я возвращаюсь к тексту. Сказал он, так, условия лезла. Сказал он, Господи, Бог моего, господина Абрама, пошли мне сегодня удачу, и сделай милость моему господину Абраму. Вот я стою над источником воды. До сих пор было все понятно. Он просит, чтобы Всевышний помог ему, послал ему удачу, и помог бы ему выполнить свою миссию, и сделал бы тем самым добро с Абрамом. А зачем он Всевышнему рассказывает, вот я стою над источником воды? Ясно? Где он стоит, Всевышний знает. Для чего это нужно? И я стою, и дальше он говорит, когда дочери горожан выходят черпать воду. Это тоже видно. Сейчас такой час, когда девушки выходят на колодец для того, чтобы зачерпать воду. Всем он это рассказывал. Кроме того, само его условие, как он будет знать, что это та самая девушка? Я ей скажу, наклони свой кувшин и напьюсь. Почему это важно? Наклони свой кувшин. Скажи просто, дай напиться, дай попить. Наклони свой кувшин. А она скажет мне, пей, и я также напою твоих верблюдов. Почему именно? В такой форме. Вот она и будет предназначена твоему рабуицкому. Амальбин и некоторые другие комментаторы объясняют, что то, что было здесь, это совсем не гадание. Здесь был попросту экзамен. А именно, девушка, которую ищет Элиезер, должна стать женой Ицхака и должна войти, по сути дела, в дом Авраама. Дом Авраама основан на одном главном и важном качестве. Медат Ахесет. Качество, дарение, умение и желание, и стремление помогать людям, одарять их, заботиться о них. Войти в такой дом совсем непросто. Не каждая женщина может. Помню, у меня это был сосед. Его отец, человек был очень непростой судьбы, он свое детство провел в концлагере в Бухенвальде. Потом ему удалось, он пережил войну, ему удалось добраться до Иерус-Исраэль. Здесь он начал строить свою жизнь заново. Занялся бизнесом довольно удачно, торговал у него, материально было все устроено. Но в какой-то момент он вдруг, понятно, что такого человека, детство, которое прошло в Бухенвальде, то, что он пережил, это никогда-никогда не стирается и не оставляет его. В какой-то момент он бросил весь свой бизнес, и все деньги, которые он заработал, он пустил на благотворительность. Он занимался самыми людьми, самыми-самыми заброшенными, теми, которые общество и даже те люди, которые любят иногда заняться благотворительностью, люди ими не занимаются. Самые тяжелые случаи, самые-самые заброшенные, самые несчастные люди, которые только существуют. Он занимался им совершенно самоотверженно, безответно, но в какой-то момент его жена его бросила, а не могла вынести. Когда дом превратился не в свой дом, когда не всякая женщина может потянуть подобную вещь. Дом, который был у Авраама, дом, раскрытый на все четыре стороны, где нет ни одного своего тихого, спокойного уголка, где все входят и выходят, где каждый чувствует себя дома не меньше, чем сами хозяева дома, не каждая женщина это подтягивается. К тому же, если вспомним, что глава начинается с того, что Сара умирает, то есть женская основа, женский столб этого дома сейчас отсутствует, и девушка, которую ищет сейчас Элезер, она должна заменить собой Сару, она должна, по сути дела, повести этот дом за собой, она должна его держать, то, конечно, к ней привлекаются колоссальные требования. Поэтому Элезер хочет провести экзамен, он хочет убедиться в том, что эта девушка способна войти в дом Авраама, и у неё достаточно качества любви и желания помогать людям развита. Поэтому что он делает? Вот это его условие. Я сейчас стою у колодца. Это значит, человек, который просит напиться где-нибудь на площади в центре города, а он прямо стоит у колодца. И естественно, если бы любой нормальный человек в этой ситуации, к которому обратился бы около колодца здоровый, нормальный мужчина, и сказал бы, а дайте мне напиться, самая первая мысль, дайте мне напиться, наклонись и попей сам. Стоишь у колодца, куда же ты ещё просишь напиться? Что за странная просьба такая? Так ответит обычный средний человек. Любая средняя девушка так подумает. Подумает. Но Элиэдзору не нужна просто так средняя девушка. Ему нужна из ряда вон выходящая. Та, которая так не ответит и не подумает. Которая тут же будет готова дать ему напиться. Почему? Ну, скажем, она может сообразить. Это тоже достаточно. Если человек, бывает... Человек, может быть, он стоит около колодца. А что же он сам не пьёт? Подизмай, может, у него спит. Спина у него болит. Вадикулит у него. Не может согнуться. Ещё миллион причём может. Просит человека. Надо ему помочь. Продолжает Элиэдзор дальше своё условие. А, кстати, есть ещё одна деталь. Чуть было не забыл. Пусть девушка, которой я скажу, наклони свои кувшины, напьюсь. То есть он не попросит её сразу напиться. Он подождёт, пока она начерпает. Пока она уже поставит кувшин себе на плечо. Так, как носили когда-то. И после этого уже... Подождёт. После этого он скажет, наклони свой кувшин, напиться. Одно дело, когда у человека просто напиться, когда он ещё кувшин не поднул. Но когда он уже кувшин поднул. И его нужно теперь снимать. И его наклонять. Всё это достаточно непростые с точки зрения физической. Кувшин-то большой. Понятно, что ходили на колодец не с маленькими фляжками, а с большими кувшинами. И девушке совсем непросто это делать. Речь не идёт о здоровом парне. Девушке. А вокруг могут быть ещё другие девочки, которые ещё... Они только наполняют, они ещё не подняли. И всегда есть возможность подумать. Возможность. Почему, собственно говоря, я? Мне уже труднее других. Есть другие. Попроси других. Вот... Нет. Наклони свой кувшин, и я напьюсь. И она скажет мне, пей. И я также напою твоих верблюдов. Здесь, говорит Мальбе, мы видим, что требуется не только качество хэстега, не только желание помогать людям и любить их, но необходима ещё и голова на плечах. Потому что если человек, он может быть очень милосердный и очень любит помогать людям, но при всём при этом он ещё не умный, то из этого добра очень часто не выходят. Здесь это условие в чём? Что если она понимает, что по какой-то причине человек, который выглядит, правда, здоровым, нормальным человеком, но если почему-то он не может пить, сам он не может напиться, очевидно, что это не мешает, а с ним же на самом деле ещё и верблюды. Значит, если он сам не может попить, то очевидно верблюдов своих он не может напоить. А их тоже жалко. И если она сама, без того, что её просили, она будет готова не только сделать то, что её попросили, но и сообразив, что на самом деле есть нужда и в других вещах, о которых человек не просит, потому что он постесняется, и действительно попросить о том, чтобы напоить 10 верблюдов, и 10 верблюдов напоить после того, как они сделали переход почти через пустыню. А верблюд, он, как известно, он пьёт редко, но уж если он пьёт, он пьёт серьёз, поскольку он пьёт надолго. То такая просьба человек, скорее всего, постесняется. Поэтому, поняв, что он это не попросит, она сама это предложит. Вот пусть она и будет предназначена твоему рабу Ицхаку. Так как девушка, которая обладает такими качествами, она, безусловно, подходит, и она может стать женой Ицхака. И так я узнаю, что ты сделал милость моему господину Аврааму. В чём здесь ещё? Что здесь ещё прибавляет? И так я узнаю, что ты сделал милость моему господину Аврааму. Говорит, Раши, если она ещё будет из семьи Авраама, будет родственница, тогда я пойму, что здесь есть ещё и дополнительная милость. Мало того, что она будет подходить, она будет ещё и родственницей. Это тоже хорошо. Мы видим, что, в принципе, это не было условием, чтобы обязательно была родственница из семьи Авраама. Условие было, чтобы она была из Харана. Это да. Но кого выбирать? Подходящую девушку, та, которая подходит своими качествами. Если плюс к тому ещё она окажется из семьи Авраама, родственница, тогда это будет особая милость ещё. Ну и так случилось. Он ещё не кончил говорить, как выходит Ривка, которая родилась у Бетуэля. А кто такой Бетуэль? Отец Ривки. Он сын мелки жены брата Авраама Нахора. То есть он сын. Это Бетуэль, это сын Нахора. Нахор, брат Авраама. И кувшин на её плече. Очень красивая девушка, девственница, которую не познал мужчина, спустилась она к источнику, наполнила кувшин и поднялась. О, в этот самый момент лезер, как и хотел, подождал, пока она уже начнёт подниматься. Тогда раб подбежал к ней и сказал, дай мне спить немного воды из твоего кувшина. И она сказала, пей, мой господин. И поспешила и спустила кувшин на руку. Самая-самая неудобная поза, когда приходится держать кувшин на весу на руках. И дала пить. А напоив его, сказала, начерпаю для твоих верблюдов, пока они не напьются. Она подчёркивает, не просто я начерпаю на них, дам им попить. Нет, пока они не напьются. И снова, верблюд, пока он не напьётся, это серьёзное количество воды. И поспешила. Кстати, мы здесь видим ещё одну деталь. В начале главы Вайра есть там описание, как Авраам принимает гостей. И там слово, которое повторяется красной нитью, проходит через всё описание, это поспешность. Говорят наши мудрецы, так это у праведников. Всё, что они делают, делают поспешно. Человек, у которого внутри, внутри есть огонь, у которого горит огонь желания, такой человек действует поспешно. И так делает Авраам. И не только он сам так делает, он спешит, несмотря на свой возраст, несмотря на свою болезнь. Он к этому приучается всех домашних. И Саре, он говорит своей жене, быстро-быстро-быстро сделай хлеб. И своего сына Ишмаэля, он тоже быстренько посылается заняться мясом. Всё делается быстро-быстро-быстро. И здесь вот эта девушка, с которой Элезра сейчас встретился, у неё тоже есть это качество. И Тора это подчёркивает. Она сказала, пей мой, господин. И поспешила, и спустила кувшин на руку. Не просто дала ему попить, а ещё сделала это быстро, поспешила. И напоив его, сказала, он черпает для твоих верблюдов, пока они не напьются. И поспешила, и опражнила свой кувшин в пойло. И дальше побежала зачерпнуть колодцу. Не пошла, а побежала и начерпала для всех его верблюдов. И тот человек молча удивляется, желая понять, дал ему Бог удачу или нет. Чего он удивляется? Уже дал. Очевидно, что уже дал. Ну, он сразу нашёл прямо как раз первую же девушку, к которой он обратился. Никто его не послал подальше. Сразу первая же девушка, к которой он обратился, выполнила все его условия. Ну, она годится. Ну, и что, у него было ещё одно желание, что она ещё была родственницей Авраама. И он здесь боится задать этот вопрос. А вдруг всё-таки не так? И только после того, как верблюды кончили пить, человек взял золотую сирку весом в полшекеля, два ручных браслета весом в 10 золотых и сказал, поведай мне, чья ты дочь? То есть, свадебные подарки он передаёт ей ещё до того, как она говорит, чья она дочь и из какой она семьи. Почему? Потому что, как мы сказали, главное, чтобы она удовлетворяла всем его запросам. И это так, она уже удовлетворяет. Поэтому он готов всё это золото и все эти свадебные подарки он готов передать ей дальше. Только что задаёт ещё вопрос. Скажи, из какой ты семьи? И найдётся ли в доме твоего отца на место и подночевать? И она сказала ему, я дочь Бетуэля, сына Милки, которого та родила на хор. И ещё сказала ему, ответила сначала на первый вопрос, потом на второй, у нас много и соломы, и корма, а также есть место для ночлега. И человек поклонился, простёрся низ перед Богом и сказал, благословен, Ашем, Бог моего господина Авраама, который не оставил своим благоволением и истинной моего господина. Прямым путём привёл меня Бог в дом брата моего господина. Всё сбылось, всё наилучшим образом. Не только он сразу нашёл, без задержки нашёл невесту, но ещё она и оказалась родственницей Авраама. А девочка побежала и рассказала в доме своей матери об этих событиях. А у Ривки был брат по имени Лаван. И побежал Лаван к тому человеку на улицу к источнику. И было, когда увидел серьгу и браслеты на руках своей сестры, и выслушал слова своей сестры Ривки, которая сказала так и так, сказал не тот человек, то пришёл к тому человеку. И вот он стоит с верблюдом и источником. Странная история. Итак, у Ривки есть брат Лаван. Сначала сказано, как там говорится, и побежал Лаван к тому человеку на улицу. Побежал. Потом сказано, когда он увидел серьгу и браслеты на руках своей сестры, и выслужил всё, что он рассказал, то он пошёл туда. Во-первых, я бы ожидал, что сначала будет написано так. Когда Ривка пришла, и Лаван, её брат, увидел её эти золотые подарки, увидел серьгу и увидел браслеты, то он побежал. Сказано не так. Сказано, сначала он побежал, потом он увидел серьгу и золотые браслеты на своей сестре, и тогда он пошёл. То есть, получается так, сначала он бежал, потом вдруг увидел свою сестру с дорогими золотыми подарками, и тогда он сбавил темп. Теперь он уже не бежит, теперь он уже идёт к тому человеку и находит его у источника. Комментаторы говорят, что поначалу Лаван думал совсем другое. Когда он услышал, что пришёл посланник от Авраама, от его дяди Авраама, то он думал, что, наверное, если пришли посланники свататься, то, наверное, его хотят взять в качестве жениха для кого-то из дочерей Авраама. Тогда он, конечно, побежал. Но как только он увидел свою сестру и увидел золотые украшения на ней, то он понял, что сватовство совсем другое, что приехали искать не жениха, а приехали искать таки невесту. Это уже поубавило у него пыло, он уже никуда не бежит, он уже идёт. И он сказал, входи, благословенный Богом, зачем тебе стоять на улице? Я освободил дом, а также место для верблюдов. Он говорит, что я освободил дом. Может быть, дом был настолько переполнен, что Элизеру и людям, которые его сопровождали, не было места там поселиться. Может быть. Хотя очень непонятно, почему таким образом зазываются гости, он говорит, приходите к нам, мы уже комнату для вас очистим. Может. Раши приводит здесь другое объяснение. Поскольку Лавант вполне резонно предполагал, что Элизер не захочет войти в дом, где стоят идолы изображения языческих богов, то он ему сказал, я уже очистил, помещение уже очистило, мы все иконки уже вынесли, можно туда заходить, проблем нет. Проверено, мин нет, заходи. Человек вошел в дом и, разнуздав верблюдов, задал им сено и соломы. Вот только сейчас он снял с них их намордники, дал им сено и соломы и взял воды, вымыть ноги себе и людям, которые были с ним. И дали ему поесть. Но он сказал, не буду есть, пока не скажу своего слова. Есть отказ. Сначала я должен сделать то, ради чего я сюда приехал, и потом будем есть. И тот сказал, говори. И сказал, я раб Абрама. Элизер – серьезный человек. Серьезный человек, безусловно, важный сам по себе, вместе с тем, когда он определяет, кто я, но есть только одно, что сказать, я раб Абрама, полностью не видит в себе никакой собственной своей важности, только одно – я раб Абрама. И Бог весьма благословил моего господина, и он возвеличился, и дал ему мелкого и крупного скота, золото и серебро, рабов и рабыни, верблюдов и ослов. И жена моего господина сарва дела сына моему господину, уже будучи старый, и он отдал ему все, что есть. В этот момент он, говорит, раньше достал дарственную и всем показал, перед нами богатый жених. «И мой господин заставил меня поклясться, сказав так, не бери моему сыну и жену из дочерей Хнанских, в чьей стране я живу, но пойди в дом моего отца, к моей семье, и возьми жену моему сыну». И я сказал моему господину, может быть, не захочет женщина. Стоп, 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 стоп. Человек, который читает эту главу, явно хватает его удивления. Тора, которая настолько лаконична, которая иногда целые эпохи описывает, уделяя им пару-тройку слов, которые никогда не приводят описания ни внешнего вида, ни пейзажей, ни деталей быта, ничего. Тора, в который важнейшие заповеди передаются намеком через одно-два слова, максимум через предложение, и вдруг эта Тора здесь дает такое подробное-подробное описание того, как Элиеза выполнила свою миссию, но это еще ладно. Сейчас он начинает рассказывать все по второму разу. После того, как Тора рассказала, как это было, теперь Тора передает то же самое, только на этот раз словами Элиезера. Как он рассказывает Бетуэлю и Лавану о том, все, что было. Зачем это нужно? Зачем такая подробность? Подробность невероятная. Десятки, весь этот рассказ занимает десятки фраз, десятки предложений. Наши мудрецы говорят, действительно, яфаси, хатан, шелявде, а вот, то есть даже простая беседа, деловая беседа рабов наших прадцев оказывается более важной, чем Тора и их потомков. То есть то, что у нас в Торе некоторые важнейшие законы, например, законы субботы, переданы в Торе всего лишь несколькими словами, намеком на такую важную вещь, как заповедь субботы, Тора потратила всего лишь полум слов, а на всю эту историю, на всю речь Элиезера в доме Лавана и Бетуэля десятки, десятки фраз. Как это может быть? Риторический вопрос. Мудрецы оставляют это без ответа. Чем же действительно настолько хороша беседа Элиезера, что она передана десятками фраз, в отличие от многих заповедей, которые переданы только намеком? Очевидно, что в самой этой беседе и ценность, то есть сама эта беседа требует изучения. То, каким образом Элиезер излагает все, оно само по себе должно быть предметом изучения. Изучение чего? Как вести беседу, как вести дела, как подходить к людям. А миссия Элиезера действительно непроста. Он приезжает для того, чтобы забрать, девушку убедить, чтобы невесту ему отдали, и когда никто не видел жениха, никто не представляет, что он, какой он и почему вообще нужно действительно за сотни километров искать ему невесту, потому что не знаю, какая у него инвалидность. Мудрость Элиезера в ведении этой беседы можно выяснить, сопоставляя детали того, как все происходило, и как он передает это в беседе. Здесь самая первая деталь. Он говорит так. Цитирует своего господина. «Не бери моему сыну жену из дочерей кананских, в чьей стране я живу, но пойди в дом моего отца к моей семье». То есть здесь он меняет. На самом деле Абрам этого не потребовал. Абрам потребовал только в мою страну. Он говорит, нет, в дом моего отца, к моей семейными словами. Абрам меня послал к вам, и возьми жену моему сыну. И я сказал господину, а может быть не захочет женщина пойти со мной? Но он сказал мне, Бог, перед которым я хожу, пошлет своего ангела с тобой и даст тебе удачу на твоем пути, так что ты возьмешь жену моему сыну из моей семьи, снова подчеркивается, и из дома моего отца. Чтобы вы знали, я пришел для того, чтобы найти невесту в вашей семье. Второе – не просто я пришел, со мной еще помогающая сила, ангел, который идет со мной, он будет оказывать свое действие. Только тогда будешь свободен от клятвы моей мне, когда придешь к моей семье, а они не дадут тебе. Тогда станешь свободен от клятвы моей. И вот сегодня я пришел к источнику, он подчеркивает, сегодня я вышел и сегодня пришел, то есть настолько было мне здесь помощь от ангела, что я здесь на невероятной скорости прибыл чудом и сказал, Господь, Бог моего, господин Абрама, сделай удачную мою дорогу, по которой я иду. Вот я стою перед источником воды, и пусть та девушка, которая выйдет, начерпать воды мне, и которой я скажу, дай мне немного воды напиться из своего кувшина, она скажет мне, пей, и твоим верблюдам я начерпаю, пусть она будет женой, которую Бог предназначил сыном моего господина. Еще я не накончил говорить. Так выходит рифка с кувшином на плече. И я сказала ей, будь добра, напои меня. А я наподпишу снять свой кувшин и сказала, пей, и твоих верблюдов напою. Я пил, а она напоила верблюдов. И я спросил ей, чья ты дочь? Она сказала, я дочь Бетуэля. И тогда я дал ей серьгу в нос и браслеты на руки. Опять Элезер здесь меняет. То есть, ведь на самом же деле он сначала дал ей подарки, а потом уже спросил, чья ты дочь. Но поскольку версия, которую он выкладывает Бетуэлю, совершенно иная, а именно, что я послан к вам, то он здесь меняет и ход событий. Он говорит, я сначала спросил, чья ты дочка, выяснилось, что это ваша дочка, вот тогда я дал ей все подарки и поклонился и полнится перед Богом и благословил Бога господина моего Абрама, который привел меня верной дорогой взять дочь брата моего господина для его сына. Ну а теперь, если вам угодно сделать милость истинную моему господину, скажите. А если нет, тоже скажите мне, я пойду направо и налево. Это тоже классический ход ведения переговоров. После того, как он нажимает на них со всех сил и объясняет им, что это не просто так, что Бог меня привел, что Ашгаха, высшее проведение привело меня сюда, и это все свыше, и, в общем-то, отказывать вы не сможете. После этого он вдруг говорит, ну вот, если вы согласны, то скажите, а если не согласны, то скажите, не задерживайтесь, потому что я пойду дальше, у меня есть, пойду направо, налево у меня есть другие предложения. Есть дочки Ишмаэля, есть дочки Лота. Слова на Битуэля отвечали и сказали, от Бога это мы не можем тебе сказать ни плохого, ни хорошего. Ему удалось убедить их, точно в чем он хотел. То есть убедились, что это свыше, и поэтому препятствовать браку они не станут. Вот Ривка перед тобой, возьми ее и иди, и пусть она будет женой, сыну твоего господина, как сказал Бог. И было, едва услышал раб Авраама их речи, как сразу полнится на землю перед Богом. Отсюда тоже мы учим. Если человек получает хорошие сообщения, благую весть, то прежде всего самое первое дело поблагодарить Всевышнего. «И вынул раб серебряные и золотые изделия, а также одежды, и дал Ривке, а отборные плоды дал ее брату и ее матери». Если Ривке попадают подарки очень богатые, то ее брату Лавану отборные плоды. То есть что приводит из рецепта своя, финики, фисташки. И они ели и пили. Вот теперь уже Элезер готов поесть. Он и люди, которые были с ним, переночевали и встали утром и сказали, отпустите меня к моему господину. И вот тут его брат и мать сказали, пусть побудет девица с нами год или десять месяцев, а потом пойдет. Почему вдруг начинают вставлять палки в колеса? Ведь еще вчера были готовы, если вспомнить, очевидно, Лаван здесь был сильно обижен. Когда, таким образом, когда его сестре надавали подарков из золота и серебра и одежды, а ему дали фисташек поесть, то этого он уже не вынес. Начинают вставлять палки в колеса. Он отвечал им, не задерживайте меня, Бог дал мне удачу, отпустите меня, я пойду к моему господину. А те сказали, знаешь что, приведем девицу и спросим у нее. А то говорят наши мудрецы, отсюда мы учим, что не выдают девушку замуж, если она сама не согласилась на это замужество. И позвали Ривку и сказали ей, пойдешь ли ты с этим человеком? И она ответила, пойду. Тогда они отпустили свою сестру Ривку, ее кормили с услугу Авраама и его людей. И благословили Ривку и сказали ей, сестра наша, да произойдут от тебя тысячи тысяч, и да завладеет твое потомство вратами своих врагов. Почему такое странное благословение? Пусть завладеет твое потомство вратами своих врагов. Это то самое благословение, которое было дано Аврааму на горе Мурья после жертвопоношения Ицхака. Стало быть, благословение, которое здесь дают родственницы Ривке, пусть то самое потомство, которое получило это благословение там на горе Мурья, пусть оно произойдет от тебя, пусть ты будешь той женщиной. которая родит это потомство. Здесь мы и закончим историю сутовства, а уже продолжение на следующем.